Итак, добро пожаловать! Сейчас начинается буддистская глубокая философия. Еще раз возвращаемся к той фразе, когда Будда говорил, что когда бодхисаттва дает или делится, он не остается ни в чем. Почему Кумалашила так акцентируется на этой фразе? Еще раз. Потому что бодхисаттвы, когда дают, они также понимают, что пустотность происходит от них. Мы говорили о пустоте изменяемых вещей. Это физические вещи, ментальные концепции. И есть, получается, вполне логичный вопрос о том, происходит ли пустота также из моих семян. И если да, является ли она изменяемой? Будда говорит, что даже пустотность исходит от меня. Что такое неизменяемое? Неизменяемое – это когда нет вариаций в качестве чего-либо. Еще раз. Неизменяемое – это когда нет вариаций в качестве. Пустота. То есть пустота не может быть меньше или больше, она не может быть там какая-то однобокая. Она всегда одинакова в своем качестве. Например, если я спрошу вас, есть ли здесь в комнате розовый слон? Нет. Надо у кого-то есть. Возможно. Но мы говорим «нет». Насколько он не здесь? По процентам? На сто процентов. На сто процентов он не здесь. Если бы мы говорили, что пустотность имеет качество, и, допустим, она могла бы изменяться в качестве, тогда бы мы сказали, что слон может быть не здесь на 90%. Может быть? То есть он ни на сколько процентов… на сто процентов он не здесь. И это вот проценты, насколько он не здесь, как бы качество, не может измениться. Это определение неизменяемой вещи. Также про мужа, который кричит на вас. Он также на сто процентов не существует сам по себе. Но если он не существует вообще, то он не может существовать и здесь. Это если мы вернёмся к слону. То есть слона, в принципе, розового никто не видел. Также он не может вставать здесь. Может ли существовать кричащий муж, если вы не кричали на своих детей? Нет. То есть мы сейчас говорим не только про слона. Вообще, тема пустоты и зачем мы это всё с вами… зачем мы это всё делаем? Для того, чтобы сделать вас счастливыми и успешными. Для того, чтобы вы сами поняли, как применять это. И для того, чтобы достичь того состояния, которого вы хотите. То есть мы не только здесь про слона говорим или про мужа. Это не такие просто глупые примеры. Муж, который не моя вина – это его кодовое имя – происходящий из семян. Может ли он зайти в комнату? Как это не моя вина? Или не моя вина, или из семян? Не моя вина. Не моя вина. Он из семян происходит? Сейчас дальше. Или не моя вина, или из семян? Нет, мы говорим о том, что его нет. Нет, здесь не ели, а здесь про другое. Ваши семена… Вот эта фраза, на этой фразе я выпла. Ваши семена создают вещь, которой нет. Ваши семена создают отсутствие мужа, который никогда не существовал. Или происходит только из вас. Об этом и вопрос сейчас. Еще раз. Эту фразу я повторяла, наверное, раз в 50, чтобы ее понять. Ваши семена создают отсутствие мужа, который никогда не существовал, который не происходит из вас. Семена создают отсутствие, то есть вы его не видите. Как вы не видите розового слона. И это создают ваши семена. Следующее. Это происходит из семян, но если мы говорим о чем-то. Но это постоянно и не меняется. Сейчас будет понятнее, может быть. Завтра он не будет 90% происходящим из вас. Это невозможно. То же самое, как про слона, просто мы теперь говорим про мужа. Он постоянен в том, что он никогда не существовал, и в том, что это происходит из вас. Нет, ну это понятно. Это понятно. Что он происходит из меня. То есть нет мужа, который происходит сам из себя. Так же, как розового слона. Нет. Его нету, и это пустота. И это создается моими семенами. И это происходит тоже. То есть. Как бы пустота его создается моими семенами. Вот про это. Ну, типа я его проецирую. Ну, естественно. Так же его отсутствие, его ты проецируешь. Отсутствие самого существующего я тоже проецирую. Да. Как отсутствие розового слона. А понятно, если чего-то присутствует, я проецирую. Я могу и проецирую. Ну, ты молодец. Далее. Это просто мы идем немножко по вопросам, которые в ходе задают Геша Майкл. Вопрос был примерно такой. Почему я вижу ситуацию, которая постоянно со мной происходит. Ну, не в смысле постоянно, а я просыпаюсь утром, и вижу у меня на стене картина. Я просыпаюсь, вижу картину. Просыпаюсь, вижу картину. Просыпаюсь, вижу картину. Оно постоянно происходит. Или там дом свой вижу. У меня же квартира не меняется. Да, вот постоянно я иду, а она такая стала. Нет, такого не происходит. То есть есть семена, которые сдают вот это подстоянство в моей квартире. Почему я вижу именно так, ул, как квартиру? Почему я не вижу, не знаю. Каждый день разную. Ну, семена-то разные, ну, так, если порассуждать. Возможно. Геша Майкл говорит так. Есть фонтан. У фонтана, вот, вода бьет, и есть форма, которая эта вода вместе с фонтаном образует. И форма сама, если мы учитываем давление воды, если мы учитываем, как идут вот эти там, стоят трубочки, которые, скажем, друг, струй, теку. Форма сама, она постоянно, ну, в этом контексте, она не меняется. Если мы смотрим просто на фонтан, форма вот такая вот, постоянная есть. Но при этом поток, это новая вода каждую секунду, каждую миллисекунду. И если давление воды не меняется, то форма постоянно. То есть, понятно, да, о чем мы сейчас говорим? О том, что семена, которые постоянно, они постоянно разные, но форма остается то же самое. Мы видим одно и то же. Дальше. Факт того, что мужа, не происходящего из вас, нет в этой комнате, никогда не меняется, но происходит из ваших семян. Да, это хорошая идея. Записайте, помедитировать. Факт того, что мужа, непроисходящего из вас, нет в этой комнате, этот факт, он никогда не меняется, но происходит из ваших семян. Я бы предложила еще записать вот эту фразу. Нет, я это понимаю так, что все происходит из ваших семян, и это все равно так. Здесь не только про это. Здесь есть две вещи. Есть присутствие, то есть позитивный момент, это присутствует здесь. Например, листочек лежит на колокольчике. И отрицательный факт. Отсутствие чего-то. Например, слон розовый здесь не лежит сейчас на этом коврике. Это две много разные вещи. Это все это происходит на меня. Это ECI. Это пятый ECI. Далее, почему Будда снова говорит о бодхисатве, который дает и не остается ни в чем. Потому что здесь имеется в виду, что цитата, у их щедрости есть огромные результаты. То есть мы, помните, мы говорили, я создал подарок, который я вижу и собираюсь подарить. Я создал человека, который получит этот подарок, которого я вот вижу. И я создаю себя, создал себя, которого, я вижу там, руку свою, собираюсь подарить этот подарок. Эту ситуацию создал я. Камалашила говорит и отвечает на вопрос об аспирине. И это у нас 24-я медитация. Есть ли помощь больному делать лекарства работающим для меня? Нужно ли мне принимать лекарства? И тебе нету такой бабочки? Почему она не была? Вот подшитая, вот такая. Помощь мне не хватило. Есть картиночка. Одного листочка нет, да? Пожалуйста, очень важно. Давайте мы не будем здесь устанавливаться. Если если аспирин пуст, продолжает ли он работать для меня? Здесь мы пришли кое-буду, что нужно все равно принимать таблетки, правильно? Чтобы они помогли. Но работает ли степлер? Аспирин как степлер. Степлер работает, если он заряжен. Да, или на то, чтобы оздоровить тело, чтобы... Да. Если скобы есть в степлере, то он сработает, если нет, то нет. Можно на шелкать, сколько угодно. И иногда аспирин работает, а иногда нет. Как зарядить таблетки? Да. Помогать другим, давать им таблетки. Помогать им быть здоровыми. То есть, если вы неделю помогаете другим, чтобы те были здоровыми, то на следующей неделе, через неделю, вам поможет ваш аспирин, который вы пили от головной боли. Поэтому они ежемесячные, ну ладно, каждые полгода рекламируют новые таблетки и говорят, вот эти таблетки точно сработают. Вот эта новая разработка, вот они сработают. Да. Нужно ли действительно принимать таблетки? Может ли таблетка что-то сделать? Вот сама по себе эта аспиринка. Есть два ответа на этот вопрос. Один такой неглубокий, можно сказать, глуповатый, а второй глубокий. Как вы думаете, какой первый? Ну, глуповатый, потом не будет. Ну, первый какой? Ответ на вопрос. Нужно ли принимать таблетки? Да. А, ну, говорит, конечно, что ты умрешь. Ну, если мы знаем, мы уже про ручку слышали, мы уже задумаемся, но при этом, да, ну, да. Да, даже несмотря на то, что аспирин пуст. Все равно нужно принимать таблетки. глупый ответ, как говорит Гешмак. И второй, более глубокий, глубокий. Слушайтесь. Да, он работает потому, что он пуст. если бы он не был пуст, не было бы чего-то, на что должно было бы раскрыться мое семя. Если бы он не был пуст, если бы он не был пуст, то не было бы чего-то, на что должно было бы раскрыться мое семя. То есть, если нет ручки, то я не могу ничем писать. Да. Если я понимаю, что ручка пуста, нужна ли мне все равно ручка? Не могу ли я пальцем писать? Да. Это примерно так? Да. Это про то, что если у меня в машине нет бензина, а мне нужно доехать из пункта А, пункта Б, у меня же есть семена. То есть, получается, если я буду подвозить людей постоянно, то я доеду. Даже если в их саду, как бы, там, может, машина нет, руль только я такой и доеду. Да, да, говорит Гешмайк. Может быть, изобретут, как они называются, безбензиновые машины, электродвигатели, да. Электродвигатели. Да, да, да. Да. Должно быть какое-то, что-то пустое, на что моя картинка должна наложиться, чтобы ей было место наложиться куда-то. если бы он был не пустой, то он мог бы раскрыться? Если бы он был не пустой, если бы он исходил сам из себя, когда мои семьяны не могли бы раскрываться, тогда здесь же было бы занято, понимаешь, здесь же уже что-то есть. Неизменные, да? Неизменные вещи неизменные вещи. Да, он был тогда неизменной вещью. И тогда он постоянно работал. Всегда. В 100% случаев. Не может быть неизменной вещью, потому что неизменная вещь не может работать. если вещь работает, то она меняется, потому что она дает свою энергию. Это разные вещи, существующие сам по себе и неизменные. Мы сейчас именно в этом контексте это обсуждаем. Неизменных вещей всего... Нет, если мы верим, что аспирин как будто мы верим... Тогда он самосуществующий. Да, да. Это неизменный. Это разные вещи. Но тогда он должен был бы работать всегда. Если он сам по себе такой. Если ваша карма достаточно сильна, то на самом деле можно было бы обойтись без аспирина. И тогда голова бы просто вообще никогда не болела. Но для этого нужны очень сильные семена. И намного сильнее тех, которые просто заставляют таблетку работать. Семена могут быть настолько сильны, что вам даже не нужен будет почтальон, который их выставляет. Но это достаточно сложно, говорит Киша Майкл. То есть, в принципе, можно не сидеть, не работать, и деньги будут просто так приходить на карточку. Кто-то там будет вам, не знаю, перечислять. Ну, если я логически, если подумать в этой системе, если я буду много давать денег кому-то, то мне будет много денег приходить, еще больше даже. И я смогу сидеть дома и не работать. Да. Ответ да на это. Киша Майкл приводит пример того, как ему незнакомые люди перечисляют огромные суммы денег. Просто так. Просто, ну как, казалось бы, просто так. Просто приходит ему чек выписать. Спасибо. Что-то он для этого делал очень-очень сильно, я подозреваю, очень серьезно. А пока мы не делали очень серьезные, нам нужны поджитки. Нужно что-то, да, на что семя раскрылась. То есть на работу ходить придется. Ну? Нет, я вот этого не пищала. Прямо это. У меня не прорастает какой-то посетение, к сожалению. Еще пока просетение не прорастло? Блин, божество класса. Это не то, что она не прорастает, но я когда прихожу туда, я вот такие вещи слышу, и дело в том, что у меня мысли вертят течение вообще моей жизни. Я не знаю, какие-то, какие-то, какие-то. Я прям сижу и вот это вот пишу. И теперь мы возвращаемся к бодхисатве, который дает. Даже понимая, что акт щедрости пуст сам по себе, он все равно что-то дает на более глубоком уровне. То есть также, кроме того, что мне нужен аспирин для того, чтобы семя раскрылось на этой таблеточке, мне нужен кто-то, что-то, вот что я вижу, какой-то человек, какое-то существо, оно чего-то хочет. И я даю ему это. И это мне позволяет посадить семя. Если бы его не было, я бы не посадила. Далее. Надо было вот часть до передавать, часть после. Вот. Есть ли у стакана пустота? Происходит ли он из меня? Да. Стакан изменяемый? Да. Он может разбиться. Если он изменяемый, изменится ли его пустота после того, как он разобьется? Я не буду сейчас попробовать. Вопрос. Это не значит, что если он разобьется, то пустота его изменится. Он происходит из меня. Да. Он разбился. Была ли разрушена его пустота? Нет. Перестала ли она существовать? Да. Почему? Она зависит... Это очень тяжко, мне кажется. Она зависит... Пустота стакана зависит от стакана. Пустота предмета зависит от предмета. Она не закончилась. Потому что, если бы она могла заканчиваться, то она бы уменьшалась. То есть, было бы 60%, 70%, 50%, 20%, 10% стакана, и все. Исчез. Ну, в смысле, пустота его. Качество. У пустоты... Еще раз вспоминаем, что у пустоты нет качества. Она не может быть 60% пустотой или 1% как кефир. Она... Пустота зависит от стакана. И если он разбился, она перестает существовать. Пустота стакана. Ну, если нет стакана. Нет стакана. Да. Что накладывается? Да. Что-то на стол получается, да? Конечно. Да. Итак, последняя медитация. Почему небо, похоже на даяние, сделанное настоящим подхисаттлей? Можно ли... Вопрос задает Будда. Можно ли найти край неба, дойдя до крайней точки? Идти, 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 идти и такой, вот этот край. Нет, говорит Субути. Будда говорит, можно ли... Спрашивает, можно ли измерить небо и космос? Субути отвечает, нет. Будда тогда говорит, это то, сколько хорошей кармы подхисаттва создаёт, когда делится с другими и думает о пустоте. На это всё Камалашила говорит, что тут есть три штуки в этом диалоге. Первое. Будда сравнивает хорошую карму с небом, потому что небо дотракивается до всего. До каждого предмета, до каждого существа. и то хорошее, что делает бодхисаттва, это затрагивает всё. Второе. Это распространяется бесконечно, даже на другие планеты. И третье. Это никогда не закончится и не израсходуется. При условии, что я понимаю пустоту, когда я даю. если я даю деньги, понимая пустоту этих денег, понимая, что откуда они происходят, что они сделаны не на заводе, где деньги печатаны, что не потому, что их напечатали, вот они в руке моей, а потому, что они происходят из меня, и я вижу их, потому, что я когда-то их давала. и с этим, когда я понимаю, что откуда они происходят, если я получаю их, то я, конечно, захочу их сразу отдать, потому, что я понимаю, почему они пришли. я сразу отдаю их. И вообще буддисты странные люди, они сразу отдают то, что им нравится. Они только получили это, и сразу кому-то это отдали. Потому, что они знают, что тогда это к ним вернется. И это позитивная сансара. В следующий раз вернется больше, еще больше, и так они выдают такое количество. это позитивная сансара. Когда вы запускаете этот круг, который в конечном счете может перестать этот круг. Итак, мы закончили на этом Камалашула 1. Это медитации две последние, на которые вам нужно медитировать. сколько там? У меня тоже расстроится. Да. Да. А 22-й вы начали делать, сколько раздражающих людей? Да, да, да. Сколько женщин? Да, это 22-й было. А еще 23? Это может 9-й. Десятый, нет, все что нет. Ну, ладно. Создал тот факт, что ничто не начинается, ничто не прекращается. теперь, согласно словам Геша Майкла, вы можете приехать на витрит на Камалашеву 2-го, потому что 1-го вы прошли. Алик, сколько Малашев? Хорошо, раз. Витрит 1-го, да. Витрит. Само учение по комментариям мастера Камалашевы к Сутре Алмазного Гранщика, само это учение Геша Майкл поделил на 4 кусочка и и штамм по одному за сезон. витрит. Витрит. Когда мы хотим помочь другим ради просветления, это самый первый уровень Бадхисаттва. А конечный уровень, когда Бадхисаттва уже видела просто таки напрямую. То есть, в последнее время, наверное, Бадхисаттва для нас это камьян святой. То есть, Бадхисаттва – это очень крутой уровень. Следующая студентка – это будет. Когда говорится в учениях обычно о Бадхисаттвах, Бадхисаттва – это тот, кто уже видел Пустоту напрямую и дальше идет продолжающим путем к полному просветлению. Обычно так. Мы говорим о том, что те, кто хотят стать Бадхисаттвами, они начинают. И вот они что-то для этого делают. Но до тех пор, пока Пустоту напрямую не видел, обычно традиционно не называются Бадхисаттвами. Да, тот, кто видел Пустоту напрямую, тот – Бадхисаттва. Тот, кто еще не видел, тоже таких людей, но тот, кто идет этим путем, тоже называют Бадхисаттвами. Такое тоже есть. Ну, то есть, вот, допустим, пришло каждый раз на метафе, ну, или это один раз на частную жизнь? Нет, это однократный опыт прямого восприятия Пустоты. Потом, чем ближе ты приближаешься к просветлению в других жизнях, тем, наверное, это случается чаще. Но, в принципе, это опыт, когда ты видишь напрямую ангел, ты видишь то, как Геши Майкл рассказывает, а ты видишь лица… Ты видишь лица людей, животных, всех-всех-всех-всех-всех, кто существует в этом мире и во всех мирах. Ты видишь их вдруг, они возникают перед тобой, и ты понимаешь, что ты их знаешь. И ты понимаешь, что это все, ну, все эти лица, они все знакомые, ты всех хочешь их спасти. И ты чувствуешь, что ты будешь делать все для того, чтобы они перестали страдать. И ты видишь сначала одно, потом другое, потом третье, вот так вот много-много-много-много, и потом ты видишь их очень много, и вот пока они не закончатся вообще все существа во всех мирах. В этом состоянии ты не можешь, поскольку это Шамата или Пашина вместе, ты не можешь осознавать себя, потому что когда ты осознаешь себя, ты осознаешь время, осознаешь окружающую обстановку. В это время ты не в глубокой медитации. Ты не знаешь, сколько времени прошло, ты ничего этого не понимаешь, потому что ты очень сфокусирован на том, что видишь. Ты видишь напрямую абсолютную реальность, то, как вещи на самом деле происходят, то, как мир на самом деле существует. И Геши Майкл говорит, после этого опыта ты больше не человек, ты становишься существом уже другого уровня. И когда ты выходишь из этой медитации, в следующие 24 часа ты можешь читать мысли других людей. Происходит больше осознания, чем за всю твою жизнь. Да, происходит очень много осознаний после этого, то есть после этого уже. И в ближайшие часы после этого, когда ты смотришь на часы, выходишь из медитации, смотришь на часы, и, оказывается, было 20 минут всего этого. Но внутри, поскольку времени нет в это время, то кажется, что это очень большое событие. И если у вас есть сомнения, может, я видел пустоту в прямом виде, не знаю, значит, вы едите. Потому что, когда это происходит, у тебя больше нет сомнений. Во-первых, больше нет сомнений в том, что это на самом деле так. И во-вторых, говорит Геши Майкл, ты вдруг понимаешь, поскольку ты это видел своими глазами. Вот если ты никогда не видел, не знаю, машину, тебе про нее рассказывали, 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 а есть такие машины, на них люди ездят, представляешь. И тут вдруг ты ее увидел, на ней проехал. То после этого у тебя нет сомнений, что машины, что такое машины, что они существуют. И потом тебе другие люди говорят, да нет, машин не бывает. Ты не понимаешь. Если ты видел, ты после этого уже точно знаешь, что это на самом деле так. И поэтому навсегда уходят сомнения. разные, другие осознания происходят в том числе. Но и навсегда уходят разные, поскольку уходят сомнения, уходят ложные пути. И ты точно знаешь, что с тобой будет. В этом опыте ты видишь, сколько тебе осталось за полное просветление. Ты видишь свои будущие жизни. Все, сколько их будет. Их бывает разное количество. Но обычно это не больше семи. Ты видишь, как ты их проживешь. Ты видишь свои прошлые жизни. Ты точно знаешь теперь, что ты достигнешь просветления. И точно знаешь, когда и как это случится. И Геша Майкл говорит, что ты точно знаешь после этого, что все буддийские книги, древние буддийские книги, они правят. И у тебя возникает сумасшедшее желание их срочно сохранить всех. Потому что, чтобы они были доступны другим людям, чтобы они тоже могли это сделать. И поэтому Геша Майкл, как я понимаю, организовал проект ACIP «Сохранение древних буддийских текстов». Потому что ты понимаешь, что это истина, и что это путь для других достичь просветления. Вот, и поэтому… Да вот почему… Вот он увидел пустоту напрямую, зачем потом медитировать? Он увидел пустоту напрямую, зачем потом медитировать? Вопрос. У нас цель, понимаешь, это очень большой путь. Помнишь, Ви Пашин? Ви Пашин. Ви Пашин. Ви Пашин. Ви Пашин. Помнишь? Угу. А, потом путь там развлекания. Сначала мы на пути накопления, да? Потом, когда мы накопили достаточно, мы приходим к прямому восприятию пустоты, и потом еще длинный путь, да? Она же одинаковая, с двух сторон. Еще долгий путь до полного просветления. Ну, да, там-то такая персона, эти медитации. Дальше ты на пути привыкания. Ты выходишь из этого, ты видишь, как на самом деле существует… Ну, вот я вышла, а утро пришло следующего дня, мне опять надо медитировать. Тебе опять надо медитировать, потому что ты не хочешь… Потому что ты уже движешься в своей практике, ты уже хочешь достичь просветления. Ты уже понимаешь… Интересное происходит. Продолжай, да? А это не просветление разве, когда он видит? Это же вид просветления? Это ваджа. Нет, это разные вещи. Это прямое восприятие пустоты, а это дальше путь привыкания. Когда ты вышел из этого, ты… Как Будда видит? Он видит абсолютную реальность. Так на самом деле существует мир. Мы видим иллюзорную реальность. Нам кажется, что это все происходит. Ну, вот он видит. То есть, потом, например, он видит, как на самом деле, как-то показать, что существует. И потом ты вышел из этого состояния, и снова ты видишь все таким же, как раньше. Да? Потому что у тебя есть прошлая карма, которая заставляет тебя… Ты просто заглядываешь, как вот там оно, и ты видишь это, а потом обратно. Карма самая расходовалась, а она как. И после этого путь привыкания. Я точно знаю, что вещи не происходят так, как я их вижу. Ну, я вижу, продолжаю видеть их так же. Ну, мы же вы себя изучали, что ты выходишь из цикла, самосадного цикла от одной и семьи в жизни. Может быть, после того, как ты ее делаешь сейчас, пустоту, или еще где-то шесть раз, вот тихо, что эту карму отравнули, ее расходуют. Вот. И сейчас мы делаем открыточку. Все, мы послушаем? Да. Давайте мы с мамой дзюкшиме токтран, рираплиншинь, ниней ен пали, сангешинг домик тео варги, дрохун нам дакшинг влату паршон. И дам горо рат нам андалокам нрия тайами. Субтитры делал DimaTorzok